Где наши не продавали, где наши не продавали Российское вооружение выставляется на восток 11. Газета «Коммерсант» номер 29 от 16 февраля 2019 года Строение 3 в воскресенье в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, УАЭ Открывается выставка вооружений и военной техники 2019, во время которой представители российской оборонки представят свою продукцию По данным Твердый знак, ожидать подписания крупных контрактов не стоит Для российских переговорщиков куда важнее подтвердить намерения ОАЭ По закупке новейших истребителей Су-35 и по совместной разработке Легкого фронтового многофункционального самолета Российская делегация прибудет в Абу-Даби накануне церемонии открытия выставки Намеченной на 17 февраля Россию будет представлять министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров Сопровождать его будут чиновники Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству ФСВТС, руководители госкорпорации Ростех Сергей Чемизов И спецэкспортеры российских вооружений Рособоронэкспорта Александр Михеев Как отметил господин Чемизов, на выставке свои разработки продемонстрируют Более 50 предприятий российского ОПЕКа Всего будет представлено около 1000 экспонатов Господин Михеев, в свою очередь, подчеркнул, что на ключевой для компании Регион Арабского Востока в 2018 году пришлась почти половина объема поставок спецэкспортера В Рособоронэкспорте твердый знак уточнили, что за время выставки планируется провести встречи Переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества стран Ближнего Востока и Северной Африки Ключевыми станут переговоры с хозяевами выставки ОАЭ Напомним, что между РФ и ОАЭ в феврале 2017 года были подписаны несколько соглашений В том числе по созданию легкого фронтового многофункционального самолета Тогда же сообщалось, что ОАЭ заинтересованы в приобретении не менее 12 истребителей Су-35 В своем последнем интервью твердый знак глава ФСВТС Дмитрий Шугаев заявил, что российская сторона находится в ожидании финального решения заказчика по этим темам И говорит сегодня о каком-то прогрессе, увы, мы не можем По словам топ-менеджера одного из предприятий авиационной промышленности Ситуация неприятна тем, что переговоры с ОАЭ по закупке Су-35 продвинулись до высокой стадии, а затем просто свернулись Вместе с тем, шансы на изменение ситуации остаются В Рособоронэкспорте готовы продолжать продвигать продукцию в регион Так, на выставке IDEX 2017 Россия подписала с одним из иностранных заказчиков контракт на сумму свыше 700 миллионов долларов Предполагающий поставку 5000 противотанковых ракет Теперь же компания впервые вместе с НПО высокоточные комплексы организует показ корабельного зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Панцирьме» Разработки КБП имени Шипунова Концерн «Калашников» впервые представит автоматы 200-й серии, типа АК-200, АК-203, АК-204 и АК-205 Среди прочего особое место займет техника сухопутных войск В частности, боевая машина десанта БМД-4М, бронетранспортер многоцелевой десантный БТРМДМ, гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф Источник в промышленности пояснил, что с учетом уже осуществленных поставок БМП-3, всего ОАЭ получили примерно 700 единиц данной техники Россия надеется не просто продолжать их модернизацию, но и войти на рынок с новыми предложениями Традиционно российская делегация рассчитывает на большое внимание иностранных заказчиков к продукции, прошедшей боевое крещение в ходе операции в Сирии В частности, истребители Су-35 и МиГ-29М, боевые вертолеты Ми-28Н и К-52, танк Т-90С, боевая машина огневой поддержки БМПТ, противотанковый ракетный комплекс Корнет-М, зенитная ракетная система С-400 Триумф, а также корабли дизель и электрические подводные лодки, вооруженные ракетным комплексом Калибр Александра Джорджевич, Абу-Даби